здравствуйте дорогие друзья меня зовут Лиза я хочу вас познакомить с розой которая называется сезар кесар или еще по другому цезарь я с ней общаюсь уже 15 лет я думаю мне что немножко о ней рассказать хоть я и не опытный какой-то сайдовод розовод просто любитель но я люблю эту розу она меня очень восхищает и я хочу с этим с вами поделиться у меня этот как я уже сказала 15-летний куст очень большой высотой в 3 метра разумеется он зимует без укрытия потому что укрывать такую розу невозможно ну и в моей зоне а это граница 5b и 6a роза конечно и не нуждается в принципе в укрытии она рискует больше выпарить зимой чем замерзнуть как вы видите сейчас цветки бывают очень разнообразные у нее некоторые вы сейчас можете увидеть что они повреждены какая-то неведомая даже не знаю что это такое болезнь или не болезнь немножко подробнее чуть позже будет видно что там происходит с этими цветками неважно в общем в любом случае большинство цветков красивые разнообразные играют красками хоть цветовая гамма конечно не какая-то там очень обширная но вот где-то между нежным розовым персиковым и белым все это происходит и чем больше света и чем больше жары летней попадает на эти цветочки тем они больше насыщенные розовые но все равно в любом случае бывают цветочки неожиданных каких-то расцветок и никогда не угадаешь какой бутон как именно развернется бутончики у нее круглые как настоящие шарики и только обнимающие их вот эти зеленые не знаю даже как назвать держатели цветка образуют полноценный бутон а так они абсолютно круглые вот иногда вот так перчудливо закручиваются эти бутоны да то есть какие-то завертушки там внутри иногда завертушка одна и вот есть такие странные пятнышки то есть роза очень интересно играется она вот здесь очень многолепестковая такой цветок завернулся здесь лепестков чуть поменьше это она немножко желтинкой такой отдает в общем роза бывает очень разнообразной я не могу ее отметить какую-то болявую но у меня никогда ничем таким серьезным не болела любит ее тля но у меня любят тля любит все розы поэтому это вообще не показатель вот так что не буду жаловаться что она вам как-то особенно привлекает тлю в принципе у меня эта проблема такая повсеместная вот сейчас вы тоже можете видеть какие разнообразные цветочки все эти фотографии мои я ничего не скачивала с интернета это все фотографии с этого куста просто и тут немножко есть собрание с разных лет потому что сейчас еще когда я записываю это видео она не вступила в полное цветение и цветков не так уж много она бывает прям вся в цветах в основном это происходит в июне но вообще роза цветет все лето и уходит под снег с цветочками то есть она не прекращает цветение у нее бывают волны бывает нет каких-то и выраженных волн год от года разница бывают у нее цветки иногда какие-то дефективные вот сейчас вы видите что что-то с ними не так да какие-то они странные сейчас на фотографии будет лучше видно вот такой вот какой-то дефект лепестки какие-то толстые и сразу видно серединку вот такой цветок может раскрыться но может вообще не раскрыться нормально и так далее просто выбрасываю вот что это такое непонятно но благо таких цветочков совсем немножко поэтому я не обращаю на это внимание сейчас здесь показываю поросли шиповника которая у нее образовалась потому что розе уже много лет и у нее корни где-то подошли к поверхности земли она привита на шиповник как обычно это бывает вот происходит примерно то что вы сейчас видите на рисунке и я об этом записала отдельное видео это обзор того как может превращаться или не превращаться розов шиповник если вам интересно вы можете перейти по ссылочке который сейчас возникнет на экране или и также будет в описании вот но на этом принципе я свой обзор заканчиваю всего вам доброго если есть какие то вопросы пишите в комментариях с удовольствием отвечу